Добрый день. Что у вас случилось? Мы пытаемся рассмотреть право нарушения. А что вы нарушили? Я не знаю. Я еще ничего не нарушил, но меня подозревают. Я хочу, чтобы вы начали достать выяснение. Вы сказали время и место, и я начинал показать. Мне хочется показать документы сейчас. Я не знаю, куда они идут, зачем они сейчас. Они вас остановили. Причину какую назвали? Они сказали причину нарушения правильного нарушения. Какой пункт, какая статья? 8, да. 8, 7, Е или З? Я точно не сейчас установлю. Мы еще не определили. Нет, я понял. Мне сказали. А где он ее нарушил? Вот здесь, а вот прямо? Я не против. Если мне показали какое-то видео, вы там что-то отмирает. Давайте так. А они за вами ехали? Нет, они за вами ехали. Нет, я же по сути помню. Они на встречу. А на встречу потом развернулись. Нет, интересно. Я готов показать документы. Куда вы будете? Они уже записывали? Они просят показать документы. Остановление личности. То, что у меня есть право в обедении. Значит, Мазда часто уханяют. Да, да. Я готов, что у меня все от них есть. Давайте только записывать сразу по государству, а не куда-то там. Мы не только государство, но мы же реально. А? 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 Ну, реально, чтобы вы же понимаете, реально у нас все. Давайте, реально, если человек нарушил, реально можешь и вынести постановление, но только в рамках чинового законодательства. А не просто, вот видео, все, ты нарушил. Ребят, так дела не делаются. Вы хотите убедиться моей личности и там проверить на своем счете? Ну, то есть, просто вы возьмете мои документы, как вы запомните, как мое имя и фамилия пишется, чтобы там у себя в компьютере пробить? Или как вы это собираетесь делать? Не, они повинны почати розгляд справа. Ну, прямо здесь. А потом, если у них нет фактических данных, по 247-й первое закрыть. Ну, я так себе это не представлял. Ну, просто я хотел бы начать это рассмотрение дела. Я мог оттормозиться, за мной ехал Мерседес дорогой. Я мог оттормозиться, но я не оттормозиться. А сколько, вот если честно, сколько вы ехали? Я ехал 60 км в час. 60 км в час. Допустимая скорость. Допустимая скорость. Я каждый день здесь езжу, никогда не превышаю, никогда не нарушаю. И я готов, давайте рассмотрим видео. Вам видео показывали? Показывайте еще раз. Да, показывайте еще раз. Согласно, 267-й статье Административного кодекса Украины. Будя, Киев, отлично дай мне. 251-я. Нет, это именно доказы. Доказы, у нас же регистратор. Это он отценивает. 252-й. Ну, оттенка. 267-я, доказы. 251-я, доказы. Нет, 251-я, это не дай. А 268-я? Будь, я Киев, отлично дай. 251-я, это доказы. А 268-я? Что это значит? Ну, ты видишь, и номера как бы есть. Смотрите, я просто не... А, ну, можно? Да, ничего. Да вы на видео что-то. Смотрите. Так. Видите, вот Мазда сейчас будет ехать на встречу. Вот она, проехал. Так, а теперь непонятно... Не, не, я вижу Мазда. Что непонятно? Мне можно вот сюда. Непонятно, где загорелся. За пешеходным... За пешеходным... Переходом красным... Или перед пешеходным? А сейчас, подожди, намочил. Я не... А куда взялась? Нет, на пешеходном переходе с нету такого же разницы. Если тут горит красный, то там зеленый. Пешеходный переход... Ну, вообще, светофор стоит за пешеходным переходом. Да. Да. Это вот так вот. Вот пешеходный переход. Вот светофор. Конечно. Хорошее качество. Скажите, пожалуйста. Да. А это вы в свой площадь вот эти данные здесь? Да, это что вы... А как я получу информацию? Вот если вы все-таки вынести решение? Если вы вынести решение о том, что... Смотрите, термопринтер электронный. Согласны, что ли? Ну, нет, да я не согласен. Ну, ребят. Ну, честно. Там вообще непонятно... Очень плохо видно, очень плохо видно. Оно распечатывается в великолепии. Вы распечатывается. Смотрите, вы ехали... С какой стороны? Не за ним же ехали? Нет. Вы ехали на очень... Смотрите, ну, дело в том, что вот тут светофор называется синхронным. Если бы он был бы не синхронный, то тогда можно было бы прождать на сзади, спереди. Когда был проезд на этот светофорный объект, никакой сигнал, но это уже вопрос. Смотрите, я не пытаюсь там отмазать о том, что человек там злостно нарушил. Во-первых, он еще не на красный проехал. Он мог, грубо говоря, желтый загорелся, и уже когда он за светофором был, у него красный загорелся. Это да. Ну, просто я подъезжал в светофор, он был зеленый. Я подъехал в него, он был зеленый. Я же думаю, тормозить, я знаю, с какого он работал здесь каждый день. Я знаю тайминг уйти светофора. Но я мог тормозить, а сзади меня летел Мерседес. И я решил, окей, я поеду дальше. Только я решил, что я поеду. То бишь, вы воспользовались пунктом 8.11, правильно? Наверное, я... Потому что мы говорим, что... Это мой летел Мерседес, S500 или S600. Ну, чтобы не создавать аварийную обстановку, вы... Не делать экстренное вытормаживание. Вы, естественно, очень красиво. Но пешеходов не создавали никаких... А у вас заявы от пешеходов? Я спрашиваю, у нас не было никакой вообще. Просто они стали вытормаживаться, потому что он еще сзади машины. Во-первых, да. А во-вторых, когда я подъехал непосредственно, он раздался со светофором, он еще был зеленый. И вот в этом момент я решил, что, ладно, я буду тормаживаться, да, и у меня машина едет. И достаточно быстро она меня вплотную. На видео можете посмотреть. Мерседесом наехал достаточно вплотную. Да, он не поехал. В итоге он вытормаживался, но... Ну, я просто не знаю, насколько тяжелый. Я никогда не водил мою машину. Не знаю, быстрее, тяжелее. А можно у вас попросить это видео прислать мне? Я его добавлю в ролик, и пусть люди оценят, виноват ли водитель или нет. А вы, это будет на Ютубе? А? Да, конечно, это будет на Ютубе. А если мне мэйл, скажите. Нет, вы добавьте с надзор Харьков. Это чат Телеграм. Подпишитесь на канал Адос Харьков Лайв. Да, 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 да. Надзор Харьков, да. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Там вся информация есть, и как водители нарушают, и как полицейские нарушают. Мы боремся за справедливость. Мы не отмазываем людей. Я понимаю, на самом деле я готов тоже внести ответственность, но бывает у нас есть процедура. Понимаете, просто люди привыкли так, что им кажется, если добавились надзор Харьков, приедет там Адос и его коллеги, и помогут, типа, отмазывать. Нет, мы не отмазываем. Мы за справедливость. Чтобы правильно было разглянуто проваджение, если оно открытое. Если нет доказов, то оно должно быть закрыто. Ладно, смотрите, водитель. То есть у вас надпункта 8.19, 8.10 настоящих правил, не прибегать к экстренному торможению. Дело рассматривать не будем. Действительно, сзади был автомобиль. Чтобы не было, так сказать... Инспектора, а можно я вас поправлю? Во-первых, погодные условия еще у нас. Погодные условия? Да, валюты. Погода нету. Просто в следующий раз будьте немножко оплодительней. То есть уже в скоростной режим, так сказать, рассчитывайте со светофором, чтобы можно было поменьше, так сказать, таких ситуаций у вас. Я вас понял, услышал, сделаю соответствующие выводы. И от меня рекомендация, серьезно, не нарушайте скоростной режим и держите дистанцию между автомобилями. Поэтому вам всех благ и вам, инспектора, счастливого пути. До свидания. Ну, а с моей точки зрения, как бы, я считаю так. Полицейские адекватные, водитель тоже адекватный, но учитывая условия погоды, они очень, ну, не очень хороши. От меня рекомендация, не нарушайте правила дорожного движения и не думайте о том, что если вы добавили в группу надзор Харьков, вот здесь надзор Харьков, вот, то эта группа создана для отмазывания. Нет, эта группа не создана для отмазывания, эта группа создана для помощи. Если со стороны сотрудников полиции и еще кое-каких органов идут неправомерные действия, мы поможем. Ну, если вам еще нужен адвокат, пишите на почту, пишите в телеграм, опять же, в личку и порекомендуем вам очень хороших адвокатов. Это Манько Алексей и Юрий Кубай. Все, вы знаете, что делать. Подписываемся на канал и ставим лайки. Все, пока.